Привет, это Анастасия Брюханова и сегодня в нашем объективе. Ядерный поезд Путина. Насколько вероятна ядерная война и по каким сценариям она может пойти? Телевизор дискредитирует армию. Как пропагандисты ругают российских генералов? Новости мобилизации. 200 тысяч человек уже призваны и их отправляют прямо на фронт. Российские войска отступают. Покажу на карте, как Украина освобождает Херсонскую и Харьковскую области. Типографии не будет. В России кризис оборудования и материалов. Это наш ежедневный обзор мировой прессы и последних новостей. Мы начинаем. Вчера издание Times написало о том, что Путин отправил ядерный военный эшелон к линии фронта. По мнению источников, которых опросили журналисты, Владимир Владимирович хочет продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения. Для этого Россия может провести ядерные испытания на границах Украины, либо в Черном море. Звучит это очень угрожающе, но каких-то дополнительных свидетельств, как потом заявила официальный представитель Белого дома Катрин Джан-Пьер, у этой истории нет. И мы снова возвращаемся к февральскому состоянию, когда мы наизуи запоминали гайды о том, как спастись от ядерного удара. В последнее время угрожающие заявления кремлян только сильнее подсвечивают эту тему. И лишним не будет вспомнить, какое вообще оружие есть у Кремля, к чему его использование может привести и как на это может отреагировать мир. Самое ближайшее сравнение, которое приходит на ум, это Карибский кризис. Тогда мир был в шаге от ядерной катастрофы. США развернуло ядерные силы в Турции, а СССР в ответ тайно перебросил свои боеголовки на Кубу. И во время Карибского кризиса, и во время войны в Украине отношения США и России обострились из-за посягательств на чужие территории влияния. При на этом, в принципе, сходства и заканчиваются. Кубинский кризис длился всего 13 дней, а война в Украине, развязанная Россией, уже 7 месяцев, и неизвестно, сколько еще продлится. И в прошлом веке ядерное оружие было самой основой конфликта, а сейчас это скорее следствие и угрожающая перспектива. Кремль сейчас в ужасе изображений на фронтах, о которых мы сегодня поговорим. Ну, можно и вспомнить тот же Лиман, который ВСУ освободили через день после его типа присоединения к России. И использование ядерного оружия в такой патовой ситуации – это вероятный жест отчаяния человека, которого загнали в угол. К тому же, полвека назад речь шла об использовании стратегического ядерного оружия, то есть того, которое может уничтожить целые города вдали от поля боя. А вот то, что происходит сейчас, связано скорее с тактическим ядерным оружием – маленькими боеголовками, которые предназначены для уничтожения конкретных целей. И поскольку они не такие массивные, их можно разместить, например, на крылатых ракетах «Калибр» или баллистических «Искандерах». После окончания Холодной войны у России сохранилось аж 2000 тактических ядерных боеголовок. Итак, что Россия может сделать с этими боеголовками? И тут есть три варианта. Во-первых, демонстративно ударить почему-нибудь, чтобы припугнуть украинцев. Например, провести ядерные испытания на воде, в Черном море или, наоборот, в атмосфере. И это никого не убьет, но выведет из строя электронику. Во-вторых, можно попробовать уничтожить вполне конкретные военные цели в Украине. То есть ударить по военным аэродромам, крупным скоплениям украинской техники, важным логистическим узлам. В общем, потому, до чего не дошла слабшая российская армия. Но тут есть своя сложность. В основном все военные объекты и сами военные сильно рассредоточены. И по оценкам военных экспертов, для уничтожения украинской бригады из 5000 человек потребуется целых 4 тактических боеголовки. И третий вариант, пожалуй, самый безумный. Это ударить по члену НАТО в качестве жеста отчаяния и ненависти. Или еще можно ударить по складам, откуда идут поставки. И при этом, даже если Путин действительно поведет себя как самоубийца, он может показать дурной пример другим автократам. Тогда все будут повторять за ним, и это действительно приведет к катастрофе в мире. Пока что практика показывает, что метод ядерного сдерживания действительно работает. Россия не разворачивает официально свой арсенал, хоть и регулярно и побряцкивает ядерным оружием. Мы каждый день делаем для вас обзоры мировых СМИ и новостей, а также собираем сводки с фронта с очень крутыми картами, между прочим, про которые вы часто пишите нам в комментариях. Если нравится, что мы делаем, поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на канал. Это важно, потому что тогда YouTube понимает, что людям полезен этот контент и начинает наши ролики активнее рекомендовать новым зрителям. А значит, все больше людей будет получать объективную информацию. Пока оппозиционеров сажают в тюрьмы за антивоенные посты в соцсетях, другие ругают российскую армию прямо с телеэкранов. И нет, это не диверсанты. Это делают настоящие пропагандисты госканалов, самые прожженные. Настроения, которые сейчас они озвучивают в эфире перед своей многомиллионной аудиторией, далеко не самые победоносные. В их словах теперь чувствуется какая-то растерянность. На это обратил внимание журнал «Экономер». Вот Маргарита Симоньян, которая еще в январе призывала... Россия, матушка, забери Донбасс домой. А после начала вторжения в каком-то милитаристском угаре грозила миру ядерной войной. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего здесь не дано. Теперь же, когда Россия терпит одно поражение за другим, она вспоминает командующего Западным фронтом, которого расстреляли в 1941 году за трусость и самовольное оставление стратегических позиций. В феврале 1941 он стал генералом армии, а в июле этого же 1941, меньше чем через полгода он был расстрелян вместе со своими подчиненными. Вот с такими формулировками. Трусость, бездействие власти. Настроение же у самой Симоньян после освобождения Украины Лимана заметно испортилось. Она вот даже приходить к Соловьеву не захотела. Я вдаваться в подробности не хочу. Я только скажу, что если бы меня пригласили вчера, я бы просто не пришла, потому что мне сказать нечего. Я пришла, потому что я не хотела подвести тебя, программу, твоих продюсеров, которые рассчитывают, естественно, не оставишь же пустое место, раз уже согласовано. Симоньян рассуждает, что перед армией стоят огромные задачи, ей противостоит фактически весь Запад. В общем, всю эту риторику вы и так знаете. И если вдруг в армии кто-то этого до сих пор не понимает, то, по мнению Маргарита Симоньян, его нужно немедленно отправить в отставку. Ну, пока без расстрелов. И как ни странно, госпожа Симоньян оказалась еще и довольно-таки гуманным человеком. Как вы помните, недавно ее коллега Владимир Соловьев так вообще заявил, что он сам лично был бы готов расстреливать военкомов, которые допускают ошибки по мобилизации. С этим надо что-то решать и не обижать людей. А можно расстреливать? Я против расстрелов. А я за. Я вот просто публично бы, просто вывел бы пару таких военкомов. И похожие настроения царят в студии программы «Место встречи» на НТВ с ведущим Андреем Норкиным. Обсуждая с гостями поражение российской армии, он будто бы ждал, что они как-то его успокоят. Но не тут-то было. Один из спикеров вместо этого заявил, что сомневается, поможет ли вообще в реальности мобилизация. Ну, я вижу динамику развития боевых действий сейчас на фронте. Ну, мы не говорим про то, что происходит вокруг Лимана. Ну, не будем говорить. Но, тем не менее, сейчас мне кажется диковато рассуждать, как мы освободим Запорожье, 710 тысяч жителей. Когда мы еще не знаем толком, честно говоря, положа руку на сердце, вот любой из нас выйдет в гримерку, я думаю, признает, что он не знает, поможет ли мобилизация или нет нам переломить ход боевых действий. Пока все складывается не очень хорошо. Да, настроение, я там не смотрю, далеко не оптимистичное. И такими темпами совсем недалеко, как договориться и до уголовной статьи о дискредитации армии. Ну, потому что по факту это она и есть. Вот один из гостей Владимира Соловьева, которого представили как бывшего военного, роняет репутацию вооруженных сил прям-таки ниже плинтуса. Он рассказывает, что мобилизуемые практически никогда не бывают трезвыми. У нас расстояние до района до 700 километров, мы понимаем, да, о чем речь идет? Пока не доедут, там с ума садешься. Ну, естественно, все слегка податые, да, мягко сказано. И когда мне говорят, вы представляете, они же приехали пьяные, говорят, слушайте, я вас умоляю. Я видел, как первую чуть не набирали, во вторую, как мы запасников даже призывали на сборы. Ну, партизан в простонародье. Я вообще там никогда в жизни трезвых не видел. Да, в этом примере пораженческих настроений вроде нет, но в таком ли ключе должны рассуждать о парме и стороннике войны, так еще и на зарплате. Особенно в стране, которая типа собиралась воевать с целым НАТО и брать чужие столицы за три дня. Вообще, критика и недовольство положением вещей на фронте в среде так называемых зет-патриотов возникло не сейчас. И самый яркий тому пример это телеграм-канал Игоря Стрелкова. Он с самого начала войны последовательно ругал Путина и всех военных чиновников России за неумение воевать. И в целом еще и постоянно ноет. Да, так хорошо, что порой приятно им почитать самой. И он еще и не один такой, кто позволял себе такие дискредитирующие высказывания. Напомню, что и Рамзан Гадыров в последнее время тоже стал все активнее выступать. Но теперь это депрессивное и агрессивное отношение стало проявляться и у основных пропагандистов, так еще и прямо в телеэфире. То есть такая вот настоящая дискредитация идет уже не только в телеграм-каналах, но и по телевизору прямо на всю страну. И последствия этого всего нам предстоит увидеть. Сегодня расскажу о новом отступлении российской армии. Причем оно происходит без боя. Опять. Вчера над Белгородом показался вот такой загадочный луч. И в сети предположили, что это работа систем ПВОа. И даже говорили, что это могут быть образцы пересвета. Распиаренный, засекреченный российский комплекс противовоздушной и противоракетной обороны, про который практически ничего не известно, но заявлено, что он якобы может сбивать беспилотники боевым лазером. Но такой же световой столб был замечен и в небе над Москвой. И тоже это сообщение вызвало ажиотаж. Но на деле все куда проще и не имеет отношения к супероружию и секретным разработкам. Это обычное природное явление для осени и холодного времени года. Это оптическое явление, которое возникает, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда. И свет, например, фонарей рассеивается на них. И образуются такие вот столбы над каждым ярким источником света. Посмотрите, как это красиво. Схожий след, кстати, может оставлять и обычный гражданский самолет осенью, который собственными огнями подсвечивает турбулентный след во время плотной облачности. В общем, процитирую великих. Без паники. На главном участке фронта в направлении Луганска продолжается наступление ВСУ. А точнее, там украинская армия просто свободно заходит в села и зачищает территории, поскольку российские войска убегают без боя. Они собираются выстроить оборону по линии Сватова-Кременная. Выступ от Уволжанки остается единственной занятой Россией частью Харьковской территории. ВСУ вынуждены тратить время на зачистку территории, ведь в здешних лесах может быть еще много российских солдат, которые отстали от своих колонн или которых в спешке просто могли забыть. Известен случай, когда в Киевской области два российских солдата после мартовского отступления бродили по лесам еще два месяца и сдались только летом. Кстати, отступают на этом участке фронта и части элитной Псковской десантной дивизии, старейшего подразделения ВДВ в российской армии. Институт изучения войны указывает, что это говорит о том, что в плачевном состоянии пребывают даже самые боеспособные российские части. Не скрывают этого и военные корреспонденты. Если их так можно назвать, скорее это больше пропагандисты. Но даже по их словам на фронте очень не хватает людей. Кстати, в Луганск и Донецк уже стали пребывать первые мобилизованные из России. Минобороны даже показала пропагандистский ролик, как их встречают местные жители. А украинские солдаты осваивают новую технику. Они показали, как проводят тесты российского танка Т-90. Он достался им практически неповрежденным после отступления россиян из Лимана. Кстати, в сеть попало видео, как российские подразделения перебрасывают на фронт танки Т-90С. Это экспортная модель, которая производилась только для продажи за рубеж. Продолжаются бои и под Славянском. Здесь ВСУ проводят атаки на Шепиловку, чтобы расширить контролируемые районы и провести атаки на север Донецк. А вот южнее наоборот. ВСУ отбиваются. Они отбили атаки на спорное Солидар и Бахмут. И здесь наступление ведут подразделения ЧВК Вагнера. Они бьются о стены Бахмута уже около трех месяцев. Под Донецком подразделение, так называемый ДНР, видимо, чтобы нащупать слабые места в обороне ВСУ, атаковали очень широким фронтом от Нью-Йорка до Первомайского. Но без особых успехов. ВСУ атаки отбили. Аналитики Conflict Intelligence Team сообщают, что российские мобилизованные проходят подготовку там в 60 километрах от фронта. На Запорожском направлении затишья. Правда, снова приходят неприятные новости с Запорожской атомной электростанции. Экс-глава Украинской госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков заявил, что российские войска заминировали два из шести энергоблоков. Очень много новостей из-под Херсона. Сейчас попробую все их коротко рассказать. После того, как ВСУ пробились к дудчанам, российское командование решило, что уже нет смысла удерживать такой протяженный фронт. Да еще и под угрозой окружения. И решило полностью отвести войска из-под Кривого Рога. Сейчас ВСУ без боя занимают Давыдов Брод и многие другие населенные пункты. Украинская полиция уже официально заявила, что на территории Херсонской области деоккупированы более 50 населенных пунктов. Минобороны России показала на карте будущую линию обороны по линии дудчана Борозенская. Хотя кое-какие российские военные корреспонденты пишут, что российские войска оставили даже южную часть дудчан. От освобожденной ВСУ северной части их разделил залив реки Днепр. Российские войска взорвали мост через него. Кстати, с освобождением этого села в радиус действия Хаймарсов попало село Чеплынка. А там, как известно, расположен крупный аэродром российской фронтовой авиации. Нью-Йорк Таймс сообщила, что Путин, возможно, запретил российским военным даже планировать отступление от Херсона. А это создает риск гибели для военных. Кстати, украинские военные показали брошенную и подбитую российскую технику. Среди нее все чаще встречаются разные модификации танков Т-62. Их сняли с производства еще в 70-х годах прошлого века. На них сверху навариваются конструкции, даже железные кровати, чтобы защитить танк сверху от ударов беспилотников. Снаряд сверху падает на эту кровать и взрывается, не проникая в сам танк, когда там, например, открыт люк. На армейском сленге такие конструкции называют мангалами. А вот назначенный оккупантами, так сказать, замглавы области Кирилл Стримаусов записал очередное видео в стиле «без паники». Запомните, враги — наш тактический прием. Когда мы отступаем, это значит, мы вперед идем. Типа в Херсоне все спокойно. Хотя, в принципе, непонятно, чего мирным жителям боятся в СУ. Они, наоборот, ждут украинскую армию освобождения. И вот жители постоянно выходят встречать своих освободителей. Российская авиация, мол, уничтожает всех, по словам Стримаусова, кто прорвал фронт, и будет им, мол, горе. А в эфире у Скобеевой он вообще сказал, что отступление — это такая хитрая форма наступления. Продолжим следить за ходом мобилизации. Вчера главным событием было заявление Шойгу. Он сказал, что мобилизованных направят прямо в зону спецоперации вместе с уже задействованными там подразделениями. То есть отсидеться в тылу, контролируя, например, порядок в Луганске, не получится. Так многие думали. Еще раз повторю, попадать под мобилизацию не стоит, не надо, берегите себя. Как говорит вот сам Шойгу, вас отправят прямо на фронт, в окопы. Кроме того, Сергей Шойгу еще и добавил, что число частично мобилизованных, мол, превысило уже 200 тысяч человек. Правда, министр обороны не уточнил, насколько сильно превысило. Ведь пункт с количеством призываемых в указе о частичной мобилизации был вообще засекречен. По источникам некоторых СМИ эта цифра близка к миллиону человек. Мы с вами уже вчера обсуждали, что мобилизованные умирают, даже не доехав до фронта. И вот вчера в военной части Омска умер еще один человек. Как сообщили в бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области, причина смерти предзаводняка не установлена, а ее выявление займет около полутора месяцев. Супруга погибшего заявила, что не знает никаких подробностей, но, по ее словам, суицидальных наклонностей у мужа никогда не было. За последние несколько дней это не первый такой случай. Вчера мы как раз рассказывали вам о минимум шести таких происшествиях, про которые тут стало известно в СМИ. И в действительности их может быть и больше. Тем временем правительство решило воспользоваться современными технологиями для проведения мобилизации. Так, у всех мужчин в личном кабинете на госуслугах теперь появился специальный баннер, лишь кликнув по которому можно записаться добровольцем на фронт. А у призванных типа по ошибке появилась возможность подать жалобу там же на госуслугах. Для этого нужно выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации». И, судя по всему, после многочисленных попыток моих военкомов призвать на войну студентов-очников, многодетных отцов, инвалидов первой группы и даже умерших, принять какие-то меры, чтобы это как-то обуздать, все же решились. Но не факт, что такой новый сервис будет работать как надо. Поэтому напомню второй раз, не надо брать повестки, их подписывать и в военкоматы, пожалуйста, избегайте, не ходите туда. Многие россияне предпочли вообще уехать, чтобы не попасть под мобилизацию. Так, по оценкам издания «Форбс» с объявлением частичной мобилизации, Россия уже покинула от 600 тысяч человек до миллиона. Такими данными со зданием поделились источники, близкие к властям. Хотя сложно сказать, сколько именно человек уехало с туристическими целями, а сколько бегут от повесток. Уже сейчас видно, что россияне предпочитают выстраиваться в очереди на паспортный контроль, а не в военкоматы. Тем временем в мире объявилась первая страна, которая признала итоги референдумов на оккупированных территориях Украины. И ей стала Северная Корея. МИД страны сообщил, что КНДР уважает волю жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. И поддерживает позиции правительства России. И, видимо, чтобы отпраздновать вывод российско-корейских отношений на новую стадию развития, решили запустить баллистическую ракету через Японию. Утром 4 октября там включилась воздушная тревога и даже остановились поезда. Но, к счастью, обошлось без жертв и разрушений. Снаряд пролетел высоко над островами и благополочно упал в Тихом океане. Последний такой запуск северокорейской ракеты над территорией Японии произошел в 2017 году. Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о том, что переговоры конкретно с Владимиром Путиным невозможны. Договариваться, мол, можно будет уже только с другим президентом. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заметил, что придется тогда ждать изменения позиций нынешнего украинского лидера или уже его преемника, который, по словам пресс-секретаря, будет действовать в интересах своего народа. Ну, от себя добавлю, что в интересах своего народа Зеленский и действует. А российские типографии сообщили о серьезном дефиците техники и запчастей, ведь техника из типа недружественных стран составляла около 90% от всего оборудования. И теперь, из-за санкции и отказа многих иностранных компаний работать с Россией, производство во многих типографиях может попросту встать. Сейчас перед владельцами предприятий встала проблема найти замену западному оборудованию. Однако тут даже Индия и Китай не смогли прийти на выручку, ведь в этих странах производятся не все виды комплектующих, а их качество значительно уступает западному. А теперь о том, что происходило в последние дни во всем мире. Сейчас расскажу последние сводки об урагане ИЭН в США, втором за год военном перевороте в Буркина-Фасо. На прошлой неделе на Соединенные Штаты Америки обрушился один из мощнейших за всю историю наблюдений ураган ИЭН. Об этом писали вообще все зарубежные медиа. Его удар приняли на себя штаты Флорида и Южная Каролина. Из-за последствий ураганы уже погибли около 90 человек. Поиски людей под завалами продолжаются до сих пор. Повреждена инфраструктура многих городов. Президент США Джо Байден собирается посетить разрушенные города Флориды уже на этой неделе. А сейчас он отправился в Пуэрто-Рико. Две недели назад там прошел другой ураган Фиона, также оставивший после себя серьезные последствия. А в Буркина-Фасо военные совершили уже второй в этом году переворот. Подробно об этом рассказывают в издании New York Times. Предыдущий лидер, подполковник Поля Нрисен Доугода-Миба продержался у власти всего 8 месяцев. Он объявил о своем уходе после того, как получил гарантии личной безопасности от лидеров нынешнего восстания. Теперь главой Буркина-Фасо на время переходного периода, сроки которого, впрочем, не называют, станет капитан Ибрагим Трауре. Переворот уже осудили крупнейшие мировые организации, включая ООН, Европейские и Африканские союзы. Причин для смен режима было, в принципе, много. Помимо прочих бед, которые происходят с одной из беднейших стран мира, в Буркина-Фасо орудуют исламистские группировки. Нынешний переворот военные обосновывали тем, что предыдущие власти недостаточно сдерживали этих исламистов. Кроме этого, правозащитники из Human Rights Watch отмечают, что и сами военные, возглавлявшие страну после предыдущего переворота, массово нарушали права простых граждан. Тут интересна еще одна ситуация. Жители Буркина-Фасо, поддержавшие нового президента Трауре, требуют от него наладить связи с Россией и отказаться от отношений с Францией. Причем французские власти заявляют, что они никаким образом не поддерживали предыдущего лидера. Кстати, после переворота в январе происходила точно такая же ситуация. Тогда в столице даже вывесили российские флаги и тоже требовали отказаться от связи с Паризом. Сейчас официальные лица России ситуацию никак не комментируют. Только Евгений Пригожин, глава Чивака Вагнер, поздравил пришедшего к власти Ибрагима Трауре. Впрочем, он и в январе приветствовал тогдашний переворот. Однако, по словам одного из французских чиновников, у Парижа сейчас нет данных об участии Чивака Вагнер в этом перевороте. А российская рок-группа «Анаконды» сподала иски в суд на полицию за срывы концертов в Перми и Екатеринбурге. Только с пермского МВД рокера хотят взыскать 225 тысяч рублей. Они считают, что их концерт был сорван по политическим мотивам. И, в общем-то, правы. Группа выпустила антивоенный пост прямо 24 февраля. И считается, что она фигурирует в списке нежелательных артистов, чьи концерты надо запрещать или срывать. Такие вот новости сопротивления на сегодня. А я еще раз напоминаю про лайки. И обязательно подписывайтесь, чтобы увидеться завтра. До завтра! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!